Композиция слайда Композиция слайда Это построение при помощи каких-то сеток, при помощи каких-то мер, при помощи золотых сечений, диагонали, знаменитое правило третьей. То есть для нас получается композиция ассоциируется в первую очередь с возможностью выстроить информацию по какой-то сетке, по какой-то модульной системе. Но это не совсем то, что нужно нам для слайда, да и вообще в принципе не соответствует понятию композиция. В первую очередь это составление из частей единого целого. Мы берем какие-то мелкие объекты, это могут быть простые формы, круги, треугольники, квадраты. Это могут быть блоки текста, это могут быть картинки. И из вот этих вот частей, как из конструктора, мы составляем единое целое. Слайд презентации. Но определение композиции будет неполным без того, чтобы сказать, для чего нам это нужно. Ведь цель важна не меньше, чем способ, которым мы ее добиваемся. И мы составляем из части целое для того, чтобы достигнуть определенной цели. И здесь перед нами, как перед авторами презентациями, встает вопрос, а какую цель мы ставим перед собой в первую очередь. Для чего мы выстраиваем наши слайды определенным образом и чего мы хотим добиться от того, кто будет их просматривать. Следует сказать, что в том случае, когда мы выступаем с презентацией, композиция для нас становится не настолько важной, не настолько критичной. Потому что мы сами можем управлять вниманием пользователя. А вот если наша презентация создана в учебных целях, мы предполагаем, что студенты будут работать с ней самостоятельно. В этом случае композиция – это наша путеводная нить. Сегодня наш вебинар будет состоять из трех частей. В первую очередь мы поговорим о самой композиции. Затем о том, как управлять взглядом пользователя. И, наконец, я расскажу, как зонировать слайд и покажу шаблоны, на которые вы сможете опираться. Итак, зачем, собственно, нам нужна композиция, особенно если мы работаем с учебными презентациями. С помощью нее мы можем управлять вниманием пользователя. Наша задача, наша цель, которую мы ставим перед собой – добиться того, чтобы он изучил презентацию, получил всю необходимую информацию, что-то понял, что-то запомнил, каким-то действием эта презентация должна привести. Например, изучить дополнительный список литературы, или выучить ответы для экзамена, или подготовиться к какому-то мероприятию. То есть, в первую очередь, это дочитываемость. Один слайд должен вызывать желание перейти на следующий слайд, на следующий слайд, и таким образом изучить презентацию до конца. Во вторую очередь, это информация внутри одного слайда, чтобы человек изучил ее внимательно, не пропустил. И таким образом, для нас определение композиции звучит так. Композиция – это управление вниманием пользователя через размещение объектов в определенном пространстве, в пространстве одного слайда. Управлять вниманием пользователя мы можем разными способами. У профессиональных дизайнеров, конечно, их очень и очень много. Но я про основные выделяю вот три способа. Это то, что мы можем сделать, скажем так, на коленке, обладая минимальными знаниями и минимальными возможностями, которые нам дает PowerPoint без углубления в какие-то дополнительные программы, в какие-то дополнительные профессиональные навыки. В первую очередь, мы ловим взгляд нашего пользователя, привлекаем внимание. Простым приемом для этого я считаю принцип контраста. Объекты контрастные между собой, что-то выделяющееся на общем фоне, ловит и притягивает взгляд. Затем мы проводим по пути, то есть пойманный взгляд нашего читателя, нашего студента мы ведем по пути через одного информационного блока к другому информационному блоку. И, наконец, третий – это приводим к цели, к какому-то конкретному действию. Перелеснуть страницу, если мы подводим его к навигации. Записать что-то, если мы приводим к какому-то конкретно сформулированному действию. И сегодня мы будем разговаривать как раз про путь, про ту траекторию, которую должны совершить глаза нашего ученика для того, чтобы пройти по всем информационным блокам. Вопросы контраста и вопросы постановки учебных целей – это немного другое. И час, который мы проведем с вами вместе, нам как раз еле-еле хватит для того, чтобы поговорить про путь нашего студента. Итак, управление взглядом. Что мы под этим подразумеваем и как мы пытаемся этого добиться? Когда у нас появились технологии, позволяющие зафиксировать взгляд пользователя, сразу стало понятно, что взгляд человека не путешествует по изображению, по слайду хаотично. У него есть какая-то понятная траектория, есть опорные точки, на которых он задерживается самое такое длительное время. Мы пытаемся за счет расположения объектов внутри пространства слайда этот взгляд направить по той линии, которая нужна нам. Существует несколько общепризнанных паттернов поведения зрителя, несколько общепризнанных траекторий, которые рисуют человеческие глаза при изучении информации на экране. Самый первый паттерн, самый такой древний, появившийся практически одновременно, наверное, с книгопечатанием, это F-паттерн. В этом случае глаза зрителя скользят по горизонтальным строчкам, каждый раз возвращаясь к левому краю слайда. Первый раз зритель просматривает всю строчку, с каждым последующим разом он останавливается все раньше и раньше и раньше. Получается такой F-паттерн. Он довольно старый и прямым образом устаревший, особенно новое поколение все меньше и меньше смотрит на экран именно по этому паттерну. Но тем не менее большинство сайтов как раз построены по его принципу, особенно если это касается новостных сайтов. Как раз к F-паттерну относится причина, по которой на сайтах возникают боковые колонки. Та информация, которая является дополнительной, второстепенной, и она выносится как раз в правую боковую колонку, и точно так же мы на слайдах можем какую-то дополнительную информацию располагать справа. То, что не обязательно для изучения, но желательно. Например, те же самые иллюстрации, фотографии лучше располагать с правой стороны экрана, немного ниже, чем заголовок. Для того, чтобы зритель, следуя по F-паттерну, прочитывал заголовок целиком и полностью, затем переходил к основному тексту и лишь при желании изучал наши иллюстрации. F-паттерн как раз диктует нам необходимость использования заголовков. Среди массивов текстовой информации в первую очередь студент видит заголовки, выделенные жирным текстом, и первые две-три строчки каждого абзаца, если эти абзацы явным способом отделены друг от друга. То есть, собственно, F-паттерн в первую очередь говорит о том, что абзацы мы отбиваем, заголовки выделяем и оставляем на слайде достаточно много пустого пространства, чтобы взгляд нашего пользователя ни за что не запинался. Второй способ построения композиции пришел к нам из изобразительного искусства и из фотографии. Это Z-паттерн, который говорит о том, что на каждом изображении, на каждой плоскости слайда существует несколько опорных точек, между которыми перемещается взгляд человека. То есть, как вы видите, четыре опорных точки, желтая линия показывает путь перемещения, как раз напоминает английскую букву Z. На этом паттерне изучения информации построен как раз принцип композиции, то, что называется правило третье, когда мы делим экран на девять равных частей параллельными линиями и получаем четыре фокусные точки, на которые в первую очередь фиксируется взгляд пользователя. Это очень хороший, очень удобный паттерн, это очень удобный способ и, главное, понятный для нас для всех способ выстроить композицию, но он работает для изображения. То есть, если на вашем слайде иллюстрация и одна-две строчки текста, прекрасно, Z-паттерн это то, что вам нужно. Если же у вас текстовые блоки, то сразу нет. Z-паттерн для текста не подходит совершенно. Между текстом взгляд наших пользователей перемещается совершенно другим образом. Для того, чтобы выстроить информацию на слайде, нам нужны более простые и более понятные способы. Простые для нас и понятные для наших студентов. Все простые схемы построены просто на линиях. Мы так или иначе прочерчиваем линии и они позволяют ориентироваться на пространстве слайда. Но прежде чем показать, какие именно линии мы используем, я хочу сказать пару слов о симметричных и асимметричных схемах. Это очень важно для понимания, потому что я часто вижу неправильное использование на слайдах принципов симметричности и принципов асимметричности. Смотрите, симметричная композиция, эта композиция построена из зеркально отображенных элементов. Например, друг напротив друга, сверху вниз. Полное зеркальное повторение, текст и текст, картинка и картинка. Зеркальное симметричное построение композиции монументально, неподвижно. Это такая точка, после которой внимание начинает рассеиваться. Как раз именно такую симметричную композицию часто используют для фотографий классической архитектуры, потому что подчеркивают величественность, монументальность, неподвижность, сохранность через века. Для слайдов, которые нужно пролистывать дальше, симметричная композиция не подходит. Но ее логично использовать, например, на финальном слайде, на слайде-визитке. То есть таким образом, без лишних слов, вы даете пользователям понять, что это стоп, это финальная точка. А вот внутри самой презентации, на основных слайдах, лучше использовать композицию асимметричную, ведущую к какой-то конкретной фокусной точке. Асимметричная композиция строится из сочетания линий, направленных по-разному. То есть, например, на этой фотографии у нас слева протекальные линии, а справа диагональ и горизонталь. И вот сочетание разных направленных линий дает нам асимметричную композицию. И от того, как эти линии направлены, мы получаем тот эффект, которого хотим добиться в нашем слайде. Привести читателя, привести пользователя к какой-то определенной точке через определенные блоки информации. Мы можем использовать три основных способа для того, чтобы направлять взгляд пользователя. И, конечно, намного больше. Например, на прошедшем курсе 8 шагов к идеальной презентации я показывала модель, которая основывается на том, как воспринимают пространство слайда старшее и новое поколение. То есть, модель перелистывания и модель сваления по экрану. Но сегодня только о трех, о диагонали, о линии и о взгляде персонажа мы с вами успеем поговорить. Я сначала покажу, как это выглядит, а затем в конце вебинара мы посмотрим реальные примеры презентации, то, как это используют авторы в своих выступлениях, в своих учебных слайдах. Итак, начнем с диагонали. Диагональ делается довольно просто. Мы выбираем блоки, которые у нас должны располагаться на слайде. То есть, в любом случае, мы сначала идем от той информации, которую мы хотим нашим пользователям показать. И уже затем думаем про ее оформление. Диагонали бывают восходящими и нисходящими. Восходящая диагональ обычно ассоциируется у нас с оптимизмом, с подъемом, с хорошими показателями. Нисходящая диагональ, наоборот, ассоциируется с негативом. Но, когда мы говорим про слайд-презентации, оформлять его с помощью восходящих диагоналей довольно странно, потому что мы все равно читаем и изучаем информацию сверху вниз. Поэтому лучше всего здесь будут работать как раз нисходящие диагонали. Просто мы можем направлять ее от левого угла в правый и, наоборот, от правого в левый нижний угол. Что нужно соблюдать при оформлении? Если мы используем текст, у нас в любом случае левый край текста должен быть выровнен по одной невидимой линии. То есть в этом случае мы можем использовать только диагональ, идущую справа налево. Если у нас изображение, если у нас схемы, если у нас пункты, тогда мы можем использовать диагональ с левого угла в правый нижний угол. Диагональ образуется сама по себе. Если мы выравниваем каждый следующий текстовый абзац, текстовый блок немного уже, чем предыдущий, диагональ мы можем подчеркнуть с помощью какой-то иллюстрации, какого-то изображения. При этом даже нет необходимости проводить четкую, ясно видную линию, достаточно на нее намека, так, как сейчас сделано на моем слайде с помощью иллюстрации. Здесь нет четкого единого края изображения, но фигуры сами по себе составляют вот такую вот ненавязчивую диагональную линию, и по таким диагоналям взгляд невольно сам скользит. По идее, если доводить до идеального состояния слайд, здесь вот внизу, туда, куда указывает стрелка диагонали, должен быть какой-то призыв в действие, что-то целевое. Например, кнопка там или ссылка перелеснуть страницу, посмотреть дополнительный материал, открыть ролик, пройти тест. В любом случае, здесь вот мне не хватает какого-то целевого действия. Человек должен понимать, к чему он идет. И диагональ как раз должна направлять на какое-то конкретное и понятное действие. Вот другой пример использования диагоналей. Точно так же направлено с правого верхнего угла в левый нижний угол. Делит пространство слайда на две противоположные части. Мы работаем с противоположностью, мы работаем с контрастом и противопоставляем один аргумент другому аргументу. Диагональ в этом случае позволяет нам разделить пространство слайда и не то, что взгляд скользит сквозь нее, скорее она здесь работает на контраст. У нас есть темная сторона, светлая сторона. Выбираем, какой присоединиться. И хотя взгляд, скорее всего, будет в первую очередь падать на более темный угол, на более контрастный, мы помещаем все равно наверх более светлую световую схему. То есть темные буквы на белом фоне идут выше, белые буквы на черном фоне идут ниже. Это нужно для воздушности, для правильной перспективы, для более простой ориентации в пространстве наших студентов. Здесь диагональ выступает как разделитель и как призыв посмотреть то, что находится выше и то, что находится ниже. Вот неявная диагональ. Здесь она, как вы видите, идет с левого верхнего края в правый нижний край. Она выстроена как раз за счет текстовых блоков, за счет их смещений. Если мы выравнивали текстовые блоки по левому краю, у нас не получилось бы диагонали, не получилось бы вот этой вот динамики, призывающей изучить информацию от и до. И смещая текстовые блоки, я добиваюсь того, что по диагонали взгляд скользит в правый нижний угол, где как раз мы показываем навигационный символ, призываем перелеснуть страницу и читать дальше. Презентация, как обычно, доступна в материалах вебинара. Ее можно будет скачать в редактируемом формате. Если у кого-то будет не открываться, вы можете обратиться ко мне. Я пришлю вам версию, например, в 98-м версии Powerpoint. Если мы теперь нашу диагональ немножко усложним, то есть это довольно просто. Мы берем одну линию и работаем от нее. Попробуем усложнить немного этот принцип и перейдем к направляющим линиям. Так, рисунки не открываются в презентации. В той, которую скачали, да? Так, секунду. Я расшарила второй вариант презентации, где сохранено все в виде JPEG. Попробуйте скачать ее и посмотрите, должно открываться в ней. Перед нами обычная фотография. Это иллюстрация, которую мы можем найти на стоках. Когда фотограф работает с композицией своего рисунка, он точно так же опирается на направляющие, на вот эти вот невидимые линии, которые выстраивают композиции. Попробуем линии на этом рисунке. Мы видим, что у нас есть более явные линии, я выделила их более толстыми стрелками, и менее явные, более тонкие стрелки. У нас получаются направляющие линии, которые куда-то ведут, куда-то указывают. Они не явные, они не так четко видны, как, например, диагональ на предыдущем слайде, но они так или иначе ведут нас снизу вверх, указывают на что-то. Если мы используем фотографию в оформлении слайда, мы можем получить примерно такой результат. невидимые линии направляющие показывают вверх на то место, куда я помещаю цитату, и я выделяю одно слово контрастным цветом, и именно на него будет указывать вот этот вот находящийся справа стебелек. То есть никаких четких явных линий нет, но тем не менее вся композиция слайда сейчас направлена наверх к тому, чтобы наш пользователь прочитал цитату. Вот так работают вот эти вот невидимые направляющие, невидимые линии. Они могут быть менее явными, так как это на этой фотографии, когда природные объекты образуют какую-то направляющую структуру. Они могут быть более явными, как, например, на этом слайде. Три варианта фона. Я выбираю, какой из них буду использовать. Фон слева нейтральный. Он без каких-то явных направляющих линий. Он не будет отвлекать ни от чего, но и не будет направлять взгляд. На средней картинке линии, сходящиеся в левый нижний угол, это довольно активный фон, и он ведет за пределы самого фона. То есть если я использую его в презентации, линии будут пытаться увести читателя за пределы слайда, за пределы презентации. Это плохой вариант. Третий вариант, наоборот, подводит наш взгляд в центр, на какую-то основную информацию слайда. И если мы возьмем эти фоны и используем их в презентации, мы можем получить примерно такой вариант. В этом случае нам необходимо разместить какую-то информацию в тексте, и вот эти направляющие линии будут аккуратно и деликатно подводить как раз к этому информационному блоку. За счет настроек самого PowerPoint вы можете сместить вот эту вот фокусную точку не из центра слайда, а, например, пододвинуть ее налево, где будет находиться основной текст. Или, например, в правый нижний угол, где будет находиться навигация или призыв к действию. То есть тут достаточно просто подправить настройки фона на самом слайде. Направляющие – это очень мощный и очень ненавязчивый способ привлечь внимание. Проблема, конечно, в том, что они ведут только по одному пути. То есть так же, как и диагональ, это только одна линия, вдоль которой мы можем выстроить информацию. Точно так же и направляющие должны показывать на одну точку. Мы не можем на одном слайде поставить направляющие, которые ведут, например, в левый верхний угол и строго вправо. Они будут противоречить друг другу. Поэтому один слайд – одно направление линии. Третий способ – задать направление взгляда. Он несколько сложнее, чем предыдущий, но, наверное, самый эффективный. Это направление взгляда персонажей, направление взгляда человека на портрете, на фотографии. Сейчас перед вами два персонажа. Они смотрят в разных направлениях. Проведем вот такие же направляющие линии. Левый персонаж смотрит вправо-вниз. И, соответственно, текстовый блок надо размещать вот здесь, по направлению взгляда. Правый персонаж смотрит влево-вверх. И текстовый блок нужно размещать вот здесь. То есть ничего сложного. Мы берем какую-то фотографию или какую-то иллюстрацию, проводим мысленную линию по направлению взгляда персонажа и размещаем там основную информацию нашей презентации, нашего слайда. Но чем хорош способ использования именно людей, именно лиц, именно взглядов? Тем, что он дает нам не только направление, но и эмоции. Левый персонаж смотрит вниз с недоумением. Он немного нахмурен на брови, он не понимает, что происходит, может быть, негативно относится к информации. Правый персонаж, наоборот, брови подняты, состояние восторга, изумления. И располагая информацию, соответствую эмоциям персонажа, мы можем дать нашему пользователю дополнительную подсказку, как ее воспринимать. То есть, например, например, сверху мы дадим какой-то инсайт, открытие, а снизу можно задать какой-то вопрос, который заставит пользователя подумать. Порядок чтения. В любом случае мы просматриваем наш слайд сверху, вниз и слева направо. Но сейчас я поставила этих персонажей на одном слайде просто для иллюстрации. Естественно, в учебной презентации не стоит размещать двух таких разных персонажей на одном слайде. То есть, один слайд будет у нас с молодым человеком, отвечающим на какой-то вопрос, а второй слайд будет с мужчиной и каким-то инсайтом. Эти же самые принципы работают и в отношении фотографий. Просто на некоторых фотографиях не так просто поймать взгляд. И мы часто, когда подыскиваем иллюстрации для наших слайд, мы берем фотографии нейтральные, когда человек смотрит прямо перед собой, прямо на пользователей. И этот взгляд ни на что не указывает. Это просто иллюстрация. Для того, чтобы было указание, была композиция, нам нужны персонажи, которые явно смотрят влево, вправо, вверх или вниз. Персонажи – это действительно очень мощный способ, которым нужно уметь пользоваться, которым нужно уметь применять. Я редко работаю, собственно, с фотографиями. Обычно фотографии меня просто поставят презентации, если, например, грантовая презентация, нужно показать, какой дружный коллектив работает над проектом. И вот такие вот фотографии, поставленные на весь слайд, они становятся стопором, они тормозят темп, тормозят динамику и делают такие вот не очень приятные паузы в рассказе о проекте. Поэтому обычно я предпочитаю использовать рисованные персонажи, у них более выразительная мимика, более выразительное направление взгляда. И вот, как я говорила, участникам курса, один такой иллюстрационный набор закрывает, в принципе, все необходимые потребности в создании учебных презентаций. Теперь, зная то, как направлять взгляд пользователя, какие композиционные приемы использовать, давайте посмотрим о том, как зонировать слайд, как расположить на слайде какие-то значимые элементы, которые помогут направлять взгляд пользователя. Самое первое, что мы делаем, подходя к презентации, что делаю я, это отсекаю контрольную зону. Вот этот вот красный прямоугольник вокруг слайда, это те границы, за которые я стараюсь не заходить с текстом. Ни с текстом, ни с заголовками, ни с кнопками, с интерактивными элементами. Эти красные границы может пересекать только иллюстрация, потому что иллюстрация лучше всего смотрится полноформатно от края до края. Толщину вот этого красного прямоугольника вы регулируете самостоятельно, насколько много свободного пространства вам нужно, насколько свободно вы себя чувствуете в границах слайда. Обычно стараются внутри одного экрана поместить как много больше информации, поэтому границы делают довольно тонкими. Я поставила, наверное, здесь минимально возможны границы, уже их делать точно не стоит. Я люблю, наоборот, когда границы пошире, и, например, в 2-3 раза вот этот вот красный рамк могу спокойно увеличить. На втором этапе я размещаю желтую зону. Это зона пассивного внимания. То есть добровольно, без бубнов и шаманских плясок пользователь вряд ли будет смотреть на желтую зону. Это та зона, которая находится на периферии зрения, не в фокусе, и она, опять же, мало подходит для размещения важной информации. Снизу этого полоса меньше, слева боку она больше. Если у вас слайд 16 на 9, то справа требуется отступ больше, если презентация 4 на 3, то справа требуется отступ меньше. То есть зона пассивного внимания меньше. Она не бесполезна. Это не пустое пространство слайда, не какое-то мусорное пятно. это идеальная зона для того, чтобы размещать на ней навигацию. Как раз в зоне пассивного внимания человек видит ее краем глаза и при необходимости прибегает к переходам, к кнопкам, к попытке понять, где он сейчас находится. Но именно основную информацию, которую вы хотите донести до человека, в желтой зоне, опять же, лучше не располагать. Дальше мы начинаем размещать вот в основном белом пространстве начинаем размещать наши паттерны. Первый это вот F-паттерн, я расположила его так довольно свободно. Он дает нам фокусную зону, то есть каждый паттерн это не только линии взгляда, но и фокусная зона. Сейчас я ее обозначу. Фокусная зона слайда находится вот здесь, где у меня зеленый круг. То есть в первую очередь наш студент, наш пользователь будет смотреть налево. И размещая информацию все более и более короткими строчками, мы можем позволить ему пройти через весь слайд. То есть у нас опорный левый край, и мы идем от него. Но как я говорила, F-паттерн он сам по себе устарел. В принципе это может быть макет с заголовком, с названием раздела, с названием презентации. И вот здесь у нас в правом нижнем крае остается место для иллюстрации. Это такой традиционный шаблон, но это не лучший вариант того, как вы можете расположить информацию. Попробуем подставить второй паттерн, Z-паттерн. Здесь уже немного интереснее. У нас точно также фокусные зоны, вот две основные фокусные зоны, все четыре использовать нет смысла, достаточно в этих двух дать какой-то акцент на информацию. Этот вариант больше подходит для работы с иллюстрацией. Мы ставим, например, полноформатную фотографию и размещаем текстовый блок вот здесь или вот здесь. И если на фотографии, конечно, текст желательно размещать на фоне, а не просто голые буквы на иллюстрации. То есть это для иллюстрации, для картинок, для полноформатных фотографий уже неплохой вариант. Точно также его можно использовать для названия разделов, для названия презентации. Мы ставим активный фон или фотографию и вот в таком прямогонике выноски пишем необходимую информацию. Попробуем следующий вариант. это как раз композиция через линии. Я использовала здесь шаблон с диагоналями. Это классический тоже такой композиционный шаблон, когда у нас есть одна главная диагональ и две второстепенных. В этом случае у нас снова образуются две фокусные зоны вот здесь и вот здесь. То есть это основное пространство слайда. Вы можете перевернуть вот эту диагональную сетку и тогда у вас фокусные зоны сместятся. То есть как раз она прекрасно работает как в прямом варианте, так и в отраженном. Она довольно проста. В построении вы легко можете на слайде ее прикинуть и довольно легко позволяет располагать вокруг себя информацию. К тому же она для наших пользователей, наших студентов тоже простая и понятная. Они легко в ней ориентируются и легко находят основную информацию. Сейчас я покажу вам те примеры, которые я нашла в реальных презентациях и расскажу, какие здесь использованы паттерны, по каким шаблонам проходит построение слайда. паттерны. первый вариант реальная презентация, какой-то активный фон, три получается блока, заголовок, текст и иллюстрации с текстом, плюс дополнительное брендирование, логотип в правом нижнем углу. Строим как раз контрольную зону, буферную зону, зону пассивного внимания. Как видите, слайд выстроен так, что основная информация не попадает в эти пассивные зоны, то есть небольшую часть, буквально одна буква профессионализм, буква М, попала на желтую зону, это совершенно не мешает воспринимать информацию на слайде. То есть буферные зоны здесь выстроены совершенно верно и удобно. Какой здесь паттерн используется? F, Z, диагонали вот что здесь идет, как мы можем увидеть, как мы можем это понять. Здесь подсказку нам дает как раз активный фон, это не просто белый или однотонный фон, это какая-то фотография и иллюстрация. И если мы прочертим как раз эти направляющие по фону, мы увидим, что акцент идет на первый и на второй круг. Получается, за счет подбора фона и за счет подбора порядка слов у нас выпадает из поля зрения читателя. Как раз вот если автор этой презентации хотел поставить все три метода фокуса внимания читателя, ему это не удалось. За счет активного фона он вычеркнул правый круг из нашего поля зрения. Понятно, как здесь происходит, понятно, за счет чего здесь строится композиция и каким образом автор презентации привлекает внимание к одному или другому объекту. Задавайте сразу вопросы, если у вас походу появляются, я буду отвечать на них прямо в процессе. Хорошо, если вопросы появятся, я вернусь к этому слайду, а пока следующий пример. тоже довольно просто выстроенный слайд, есть и текстовые блоки, и заголовок, и иллюстрации, и есть иконки, которые позволяют ориентироваться на пространстве слайда. Опять же, какой паттерн здесь использован, как здесь выстроена информация. Снова рисуем сначала зону пассивного внимания. как видите, заголовок попадает в желтую зону, он не самый здесь главный, и это хорошо. Предыдущий какой был, вот этот фиолетовый, это как раз диагонали, это диагонали через невидимые линии фона. Еще раз про классификацию паттернов, да, у нас есть F-паттерн, самый старый, Z-паттерн, который идет для изображения, и есть паттерн диагональный, которого можно достичь через конкретное проведение диагонали, через активный фунт с направляющими и через персонажи. Какой здесь у нас получается паттерн, как здесь выстроена информация. Если посмотреть, как у нас скользит взгляд, мы видим, что он поневоле раз за разом возвращается к иконкам, расположенным слева, и понимаем, что у нас здесь использован F-паттерн. Мы пролистываем взглядом первую строчку слева направо, убеждаемся, что справа нет текста, а только иллюстрация, что вот этот правый угол пустой, и после этого мы взглядом прочерчиваем только короткие строчки, раз за разом возвращаясь к иконкам, как к опорному краю. то есть опять же здесь все довольно просто. Возможно поменять местами заголовок с иллюстрацией, то есть поднять какие проблемы наверх, а вот эти вот точки и линии вниз. Тогда первый же взгляд пользователя позволит бы прочитать заголовок и лучше понимать, о чем идет речь на слайде. Но в общем и целом находится прекрасно, слайд считывается быстро, удобно, и его хорошо прочитывать так неважно. Есть у вас выступающий, который показывает информацию на слайде или вы работаете с ним самостоятельно. Следующий вариант. Здесь немножко поинтереснее, потому что автор презентации сам отбил буферную зону как раз вот этим рисунком, который находится за основным фоном слайда. Получилось довольно интересно. Слайд с одной стороны выглядит ярко за счет заднего фона, с другой стороны довольно четко за счет цветов. Да, это ярко, я согласна, но это слайд все-таки для выступления, а не для чтения. То есть здесь есть спикер, который говорит, здесь есть большая аудитория, то есть на этой презентации например я была сама, это огромная аудитория и слайд должен быть яркий для того, чтобы было хорошо видно на большую аудиторию на дневное время. Иногда я сталкиваюсь с тем, что например когда создаю презентацию и готовлю для выступления, мне приходится специально подкручивать цвета, делать их более кислотными для того, чтобы они были видны в тех условиях условиях где предполагается доклад. Точно так же сначала я отмечаю буферные зоны. Как видите часть информации причем более такая важная чем больше количество строчек попадает на желтую на буферную зону. Это не совсем правильно, но может быть информацию стоило расположить немного наоборот. То есть три строчки переместить налево, а две строчки переместить направо. Это паттерн у нас с диагоналями. Диагонали, причем здесь проведена прямая конкретная линия. Это диагональный шаблон, который я вам показывала как раз в зеркальном отображении. Слайд разделем пополам. Основная информация расположена как раз вдоль диагональных линий и она хорошо и удобно считывается. Мы понимаем, что информация на одном поле относится к одной теме, информация на другом цветном поле к другой теме и мы можем сканировать в принципе ее в любом порядке. За счет диагоналей, за счет цветов, за счет расположений пользователь не теряется в пространстве, он четко понимает, что к чему относится. так, и четвертый пример, который я хотела вам показать, это как раз слайд с использованием персонажа, точно так же буферная зона, здесь на слайде очень много свободного пространства, он такой воздушный, позволяет дышать, в принципе даже близко не подходит к буферным зонам, а изображение, как я говорила, лучше как раз смотрится, когда оно полноформатное, когда оно заходит как минимум за один край. Как вы видите, здесь слово слушать выделено немного более жирным шрифтом, чем слово не слушать, и это откровенная ошибка, то есть здесь не нужно было этого выделения делать. Между двумя надписями слишком небольшой контраст, это воспринимается так, как будто автор презентации просто забыл нажать кнопку жирности на одном из текстовых контейнеров. На самом деле выделять слово слушать не нужно было, потому что она выделяется за счет взгляда персонажа, он смотрит на него, и без дополнительных ухищений понятно, что именно на него акцент, именно на него хотел обратить внимание автор. То есть здесь взгляд персонажа работает как композиционный прием, и никаких лишних контрастов, украшательств, направляющих нам в принципе здесь не нужно, достаточно вот этого самого персонажа. Все вот эти три шаблона я положила в виде джипег-картинок в материалы презентации, вы можете их скачать и, например, потренироваться в использовании, поставив их в качестве фона для вашего слайда. То есть разметки слайда вы можете поместить вот эти джипеги, настроить их яркость, прозрачность удобным вам образом, выстроить согласно ним информацию на слайде презентации и затем удалить. То есть набить руку в построении удобной композиции презентации. Не забывайте, что шаблон диагонали можно использовать в зеркальном отображении, то есть пробовать немного в другом направлении. Так, секунду, я сейчас вернусь обратно к определению нашей композиции. Это составление из частей целого, так, чтобы достигнуть определенной цели. Наши объекты, наши части, с которыми мы работаем, это текстовые блоки, это схемы, это изображения. Используя их как конструктор, мы составляем и проводим взгляд пользователя до целевого действия. Перелистнуть страницу, нажать на кнопку пройти тест, что-то написать. Спасибо вам за внимание. Если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их сейчас, или вы можете обратиться ко мне напрямую. Я адрес электронной почты сейчас напишу. Точно так же, если что не получится с презентации, обращайтесь. Еще раз вам спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok